Они создавались, чтобы быть лучшими. Они встречали врага лицом к лицу. Они знали трагедии и победы. Благодаря мужеству тех, кто на них служил, они вошли в историю и по праву заслужили титул «Морские легенды». Смотрите в этом выпуске «Живые герои Цусимы». В небольшом японском городке Йокосука, что в 100 километрах от Токио, установлен на вечной стоянке броненосец «Микаса». А за 4000 морских миль от него у одной из набережных реки Невы в Санкт-Петербурге стоит крейсер «Аврора». Несмотря на то, что у этих кораблей разные классы и очень непохожие судьбы, в их биографии есть объединяющий момент. Оба участвовали в одной из величайших морских битв — Цусимском сражении, ставшей кульминацией русско-японской войны начала XX века. В 1895 году Япония одержала победу над Китаем и, в частности, захватила Леодунский полуостров, на котором находился незамерзающий порт — Порт Артур, который был очень нужен Российской империи. Россия совместно с европейскими державами военно-политическим давлением заставила Японию отказаться от данного полуострова, а позже подписала с Китаем договор об аренде данной территории на 25 лет. Россия использовала Ихатуанское восстание, известное также как «Восстание боксеров», в свою пользу для расширения влияния в Маньчжурии и Корее. Японцы были сильно обеспокоены такой политикой экспансии и было решено начать приготовление по усилению флота. За семь лет японский флот пополнился четырьмя новейшими крейсерами и четырьмя броненосцами. Самым мощным новым кораблем страны восходящего солнца стал броненосец «Микаса», построенный на британских верфях. На то же время в России пришлось строительство крейсера «Аврора». Это была лишь малая часть большой программы по усилению военной мощи страны на море. Началось создание полноценного Тихоокеанского флота. Однако полностью выполнить российскую программу не удалось. 9 февраля 1904 года японские корабли атаковали русский флот у порта «Артура», а также крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Началась русско-японская война. Эта война с первых дней складывалась для России неудачно. «Варяг» и «Кореец» были затоплены. Русская Тихоокеанская эскадра была блокирована в порт «Артуре» японским флотом. Еще через некоторое время подорвался на мине и затонул броненосец «Петропавловск», на котором находился командующий флотом вице-адмирал Степан Осибич Макаров, на которого возлагались очень большие надежды. После произошло сражение с Желтым морем, и несмотря на то, что японцы понесли значительные потери, они не дали русским кораблям прорваться во Владивосток. Все это сделал японский флот доминирующим на театре военных действий. В апреле 1904 года Россия начала формирование Второй Тихоокеанской эскадры. Первый раз в истории флотов мира грозные соединения из более чем 30 боевых кораблей разных типов и возрастов двинулась в столь долгий поход из Лебавы, ныне Лейбая, в Порт-Артур, огибая Африку и проходя через Индийский океан. В целом около 20 тысяч миль было пройдено. Это почти экватор в тяжелых условиях, потому что у нас не было военно-морских баз, у нас не было союзников, которые на всем протяжении могли бы нам помочь при этом переходе. Во время беспримерного перехода русские моряки получили известие о гибели первой эскадры и усилились кораблями контр-адмирала Небогатого. В таком составе Вторая Тихоокеанская эскадра вошла в Корейский пролив. Ее командующий, вице-адмирал Рожественский, принял решение прорываться во Владивосток кратчайшим путем. Зинуи Петрович Рожественский родился в 1848 году. Он за плечами имел службу командования многими кораблями российскими. Он знал дипломатию прекрасно морскую. То есть человек был на своем месте. Для того, чтобы оценить роль его, для этого нужно очень много знать и почувствовать себя в то время на мостике флагманского корабля. Утро 14 мая 1905 года выдалось пасмурно. О скрытности движения российского флота говорить не приходилось. Рожественский, что называется, шел на вы. Он даже отказался от разведки, потому что был уверен, в Корейском проливе его точно встретят боевые корабли японцев. Вскоре из-за туманной дымки появились следующие параллельным курсом корабли Объединенного флота Японии под командованием вице-адмирала Хейхатира Тога, выбравшего своим флагманом броненосец Микаса. Тогу Хейхатиру родился в семье самурая из Кагасимы. В 18 лет он участвовал в Сатсумско-британской войне в качестве самурая, а затем поступил в недавно открывшуюся военную академию Императорского флота Японии, чтобы изучить теорию военно-морского дела. Выходец из низшего класса самураев Тога быстро поднимался по служебной лестнице и смог занять хорошее положение по мере участия в военных сражениях. Он чувствовал дух войны буквально собственной кожей. Когда Тога назначили командующим Объединенным флотом Японии, император Мэйдзи поинтересовался у военно-морского министра, годится ли Тога на этот пост, на что министр ответил ему, «Да, потому что у него очень сильный характер и ему всегда невероятно везет». Император остался доволен ответом. Общий состав сил сторон перед Сусимским сражением Вторая Тихоокеанская эскадра флота Российской империи 8 эскадренных броненосцев 3 броненосца береговой обороны 3 броненосных крейсера 2 больших бронепалубных крейсера 3 малых бронепалубных крейсера 1 крейсер второго класса 1 вспомогательный крейсер 9 эсминцев Семь вспомогательных судов. Соединённый флот Японии. Четыре эскадренных броненосца первого класса. Восемь броненосных крейсеров. Два больших бронепалубных крейсера. Десять малых бронепалубных крейсеров. Один броненосец второго класса. Три крейсера второго класса. Три минных крейсера «Авиза». 21 эсминец-истребитель. 43 миноносца. Постепенно японский флот стал сближаться с российской эскадрой. Адмирал Тога сразу же пошёл на рискованный шаг, готовясь к круговым манёврам охватить голову колонны кораблей противника. В это время русские броненосцы открыли пристрелочный огонь. В 13 часов 49 минут цусимское сражение началось. Говорят, Тога использовал в ходе цусимского сражения так называемую боевую тактику «палочка на Те», поскольку корабли на самом деле двигаются вот так, позицию впереди и перпендикулярную строю кораблей противника. Тога же применил тактику «Атака из положения круг», выстроив боевые единицы по кругу, как Уэсуги Кэнсин выстраивал свои войска в средневековые времена. В самом начале боя на флагманском броненосце Микаса появился флажный сигнал. Судьба империи зависит от этой битвы. Пусть каждый приложит все силы. Двигаясь на большой скорости, Микаса в самом начале боя сосредоточил огонь на броненосце «Князь Сувор». В свою очередь по Микасе стреляли сразу же несколько российских кораблей. Залпы русских в начале боя были довольно точными. За первые 15 минут в броненосец Тога попало 19 снарядов крупного и среднего калибра, в том числе 5-12-дюймовых. Но огонь японцев был прицельнее, а урон от попадания противника менее значительный. Удача в том бою была полностью на стороне Тогу. В ходе Цусимского сражения среди всех японских кораблей от вражеских снарядов больше всего пострадал броненосец «Микаса». Адмирал Того, стоя на навигационном мостике флагмана рядом с компасом, остался жив, в то время как «Рожественский», наблюдавший за ходом сражения из боевой рубки своего корабля, получил тяжелое ранение в голову от случайно залетевшего и взорвавшегося снаряда. К моменту, когда командующий русской эскадры получил второе ранение, бой длился больше 40 минут. За это время один российский броненосец погиб, а два других были серьезно повреждены. Во главе эскадры, рвущийся к Владивостоку, встал уже третий корабль. Адмирал Того произвел маневр смены стреляющего борта. Своим первым отрядом он совершил поворот все вдруг, курсом от противника и, впоследствии развернувшись, открыл огонь левым бортом по русским кораблям. Получилось, что огневая мощь японцев стала такой же, как в начале сражения. А в это же время броненосец «Бородино», ведя колонну русских кораблей, разошелся с японской эскадры на контркурсах, приближаясь к русским крейсерам, которые защищали транспорты. «Аврора» состояла в отряде крейсеров контр-адмирала Энквиста, получившего приказ прикрывать транспортные суда эскадры. Вместе с крейсером «Олег» они вступили в бой через 40 минут после начала сражения, когда транспорты атаковали 8 японских крейсеров и устаревший броненосец «Чин Йен». Наши корабли оказались под плотным прицельным огнем неприятеля. Попадания следовали одно за другим. Взрывом 8-дюймового 203-мм фугасного снаряда перетряхнуло весь крейсер. Замолчали два орудия, одно в батарейной, другое на верхней палубе. Но, несмотря на все повреждения, «Аврора» умело маневрировала на скорости, близкой к максимальной, вела бой и сумела прорваться сквозь вражеский строй кораблей. Моральный дух у них был высокий. Они готовились к сражению, к победе, естественно, к гибели. Японские снаряды рвались рядом с бортом, и «Аврора» проживалась просто осколками. Было во время боя убито 9 человек, один офицер, командир корабля, но зато было масса раненых. К концу третьего часа боя строй русской эскадры сильно нарушился. Тяжело раненый вице-адмирал Рожественский передал командование эскадры контр-адмиралу Николаю Ивановичу Небогатову. Японский первый боевой отряд во главе с «Микасой» двигался восточнее параллельным курсом и снова заходил в голову русской колонны. Последний этап дневного боя закончился крайне драматично. За 20 минут один за другим погибли сразу два российских броненосца. Во время кругового движения использовали все снаряды, давая бортовые залпы и стреляя из расположенных в передней и задней частях корпуса орудий. В то же время Балтийский флот едва использовал фронтальные орудия. Преимущество явно было на стороне японцев. Солнце зашло за горизонт. Бой закончился. Оставшиеся корабли эскадры продолжали двигаться по курсу на Владивосток. «Аврора» в составе крейсерского отряда шла левее основных сил эскадры параллельным курсом, в полной темноте, притушив огни. Но адмирал Тога не собирался отпускать оставшиеся русские корабли. Если бы силы Балтийского флота добрались до Сангарского пролива, то половина из них могла бы спастись бегством во Владивосток. В этом случае остатки флота занялись бы уничтожением японской армии в Маньчжурии, так что было важно полностью уничтожить силы Балтийского флота. Поэтому после дневного сражения начались ночные атаки миноносцев. Используя такую тактику и мощь Микасы, Японии удалось нанести поражение России. На следующий день, окружённый флотом неприятеля, на оставшихся кораблях, расстрелянных и зияющих пробоинами, контр-адмирал Небогатов сдался вице-адмиралу Тога в плен. Вырваться из Цусимской западни удалось лишь четырём крейсерам и трём миноносцам. Среди прорвавшихся была и «Аврора». Отбивая атаки миноносцев, увернувшись от 17 торпед противника, крейсер сумел избежать плена и гибели. Потери сил после Цусимского сражения. Вторая Тихоокеанская эскадра флота Российской империи. 19 кораблей погибло в бою, два подорвано своим экипажем. Пять кораблей и два госпитальных судна захвачены в плен противникам. Интернировались. Три крейсера, один эсминец, два вспомогательных судна. Прорвались во Владивосток. Один крейсер второго класса, посыльное судно, два эсминца-истребителя. Из 14 334 русских моряков и офицеров 5 015 человек погибли, 803 были ранены, 6 106 попали в плен. Соединенный флот Японии. Три миноносца погибло. Убитая и ранена 699 человек. После Сусимы российский военный флот фактически перестал существовать на Тихом океане. А вскоре был подписан мирный договор, явно невыгодный для Российской империи. С тех времен прошло уже 110 лет. И из участников той грандиозной битвы осталось всего два корабля. Один японский, один русский. И сегодня Микаса и Аврора не просто памятники. Это сама история мирового кораблестроения, к которой можно прикоснуться в буквальном смысле этого слова. Узнай больше на сайте игры worldofwarships.ru Микрация